Рассказ о том, как девочки сапожки покупали. Михаил Зощенко. Трофимыч с нашей коммунальной квартиры пошел своей дочке полсапожки покупать. Дочка у него нюшка. Небольшой такой дефективный переросток. Семи лет. Так вот. Пошел Трофимыч с этой своей нюшкой сапоги приобретать. Потому как дело к осени. А сапожек, конечно, нету. Вот Трофимыч поскрипел зубами, мол, такой расход. Взял, например, свою нюшку за лапку и пошел ей покупку производить. Зашел он со своим ребенком в один коммерческий магазин. Велел показать товар. Велел примерить. Все вполне хорошо. И товар хорош. И мерка аккуратная. Одно. Знаете. Никак не годится. Цена не годится. Цена, прямо скажем, неинтересная. Тем более Трофимыч, конечно, хотел купить эти детские недомерки совсем за пустяки. Но цена его напугала. Пошел тогда Трофимыч, несмотря на отчаянный нюшкин рев, в другой магазин. В другом магазине опять та же цена. В третьем магазине та же картина. Одним словом, куда не придут, та же история. И нога по сапогу, и товар годится. А с ценой форменные ножницы, расхождение. И вообще, нюшкин рев. В пятом магазине нюшка примерила сапоги. Хороши. Спросили цену. Ему говорят. Напрасно ходите. Цена, говорят, всюду казенная. И никакой скидки. Начал Трофимыч упрашивать, чтобы ему скостили несколько рублей для морального равновесия. А в это время нюшка в новых сапожках подошла к двери и, не будь дура, вышла на улицу. Кинулся было Трофимыч за этим своим ребенком, но его заведующий удержал. Прежде, говорит, заплатить надо, товарищ. А потом бежать по своим делам. Начал Трофимыч упрашивать, чтобы обождали. Сейчас, говорит, ребенок может быть явится. Может, ребенок пошел промяться в этих новых сапожках. Заведующий и говорит. Это меня не касается. Я товара не вижу. Платите за товар деньги. Или с магазину не выходите. Трофимыч отвечает. Я с магазина не выйду. Я обожду, когда ребенок явится. Но только нюшка в магазин не вернулась. Она вышла из магазина в новеньких баретках и, не будь дура, домой пошла. А то, думает, папаня как пить дать, обратно не купит по причине все той же дороговизны. Так и не вернулась. Нечего делать. Заплатил Трофимыч. Сколько спросили. Поскрепел, поскрепел зубами. И пошел домой. Анюшка была уже дома и щеголяла в своих баретках. Хотя Трофимыч ее слегка потрепал, но, между прочим, баретки так при ней и остались. Теперь, после этого факту, может быть, вы заметили, в государственных магазинах начали отпускать на примерку по одному левому сапогу. А правый сапог теперь прячется куда-нибудь или сам заведующий зажимает его у коленях и не допускает трогать. А детишки, конечно, довольно самостоятельные пошли. Поколение, я говорю, довольно свободное. А что со стороны ребенка допущено такое маленькое коварство, то это, скорее всего, я так думаю, по причине папиной скупости. Или, может, у него денежонок не хватило.